Благословен Ты, Господь Бог С тем, как начать сам разбор недельной головы Тора, я хочу сделать такой тезис. Еще раз. Тезис. Не всегда болезнь – это результат проклятия, но всегда это неестественное состояние человека. То есть не всегда это результат проклятия, но всегда это неестественное состояние человека. Итак, на этой неделе мы будем разбирать главу «Тазриа». Это четвертый раздел книги «Левит», и находится она в книге «Левит» с 12 главы 1 стих по 13 главу 59 стих. И в ней говорится о законах чистоты, о проказе. Ну там есть вот именно проказа и законы чистоты от проказа. И я хочу, чтобы мы обратили на это, ну посмотрели на, как всегда, это мой комментарий, и я увидел эту ситуацию немножко с другой стороны. Итак, значит, мы видим, что болезнь не всегда является результатом греха. Давайте мы вспомним, что в Писании мы можем увидеть болезнь, например, как у Иова, да, это было испытание. Мы можем увидеть болезнь как у исцеления слепорожденного. Помните, он спросил, кто согрешил, отец или мать? Он говорит, нет, это для того, чтобы было явлено что? Слава Божья. И были моменты, когда Господь даже помог как инструмент, чтобы избавить от гордыни. Апостол Павел, Реба Шауль, помните, да? Он говорит, что жало воплоти, да, чтобы ты не, как, не превозносился. Чтобы ты не превозносился именно вот этими откровениями, которые ты им получаешь. И, знаете, для меня еще есть такой момент, это лично мое откровение, что иногда Бог допускает болезни, чтобы мы остановились на путях наших и вообще вспомнили о Боге. Потому что иногда в суете мы так трудимся, что Богу надо просто разрешить, чтобы в нашу жизнь вошло что-то, чтобы мы остановились и сказали, Боже, помоги. Потому что все мы делаем сами. Но это такая ремарка. Итак, по словам одного актера, которого мы все очень любим, когда большие корабли бороздят просторы большого театра, да, до сих пор, до сих пор происхождение многих кожных заболеваний, оно является загадкой. То есть дерматология одна из самых таинственных областей медицины. Кожа — это как граница, отделяющая человека внутренний мир от внешнего. И эта глава-то зря, она говорит конкретно о проказах. Она говорит, что когда на теле человека появляются определенные проказы, нужно идти к священнику, нужно приносить там... Священник посмотрит, скажет, что это не чистота, и они объявят определенные жертвы. И мы часто читаем эти главы, и мы их как-то так быстренько пробегаем. Ну, ну, что интересного? Увидел пятно, оно такое, белое, с красной каемочкой, со струбьями. Ой, слушайте, неинтересно мне это читать. Давайте я лучше почитаю там, как была битва, как Господь остановил солнце над землей. Понимаете? Это интересно, а это неинтересно. Но Писание говорит, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения и обличения и наставления в праведности. Поэтому, читая Писание, мы можем видеть что-то, что Бог открывает эти уроки, раскрывать эти уроки для себя. Сократ сказал, что все тайное становится явным. В Писании есть похожие места, но они касаются молитвы, что когда мы заходим в тайную комнату, мы должны обращаться к Богу тайно, и Он, видя наши тайны, даст нам явно. Но, к чему я это все веду? Я уже говорил, что не всегда болезнь является результатом наших каких-то неправильных поступков. Но именно в этой, если мы посмотрим на Писание, мы увидим три таких явных, очень четких истории, связанные с проказой. Это история Аарона и Мирьям. Помните, когда они пришли к Моисею и говорят, что ты делаешь? Кто ты такой? И Господь за то, что они начали себя так вести, то есть дал им проказу. Вторая история, это касается, вы помните, Гиезии, да? Военачальник, который приехал к Елисею, и который тоже был в проказе, Бог его исцелил, и слуга Елисея потом тихонечко смылся, пришел, говорит, ну дай одежды, дай денег. И ему Елисей говорит, вот ты парень неправильный, ты поступил неправильно, и тоже пришла вот эта проказа. И третья история, это касательно царя Озии, который решил сделать то, что не должно делать. Он взял кадильницу, вошел в храм, и ему говорят, не делай этого, это нельзя, это неправильно. Он говорит, да ладно, кто вы такие, я тоже такой великий. Он помахал кадильницей и покаялся проказой. То есть здесь мы видим, что в этой ситуации, в этой ситуации проказа стала явлением их, вот эта внутренняя чистота, она проявилась в виде этой болезни. И в Новом Завете апостол Яков пишет такое, ну есть местописание, он говорит, что похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть, правильно? То есть если мы посмотрим вот именно через призму, вот через призму Нового Завета, мы увидим, что существует некий процесс. То есть что такое вообще вот проказа, что такое, например, псориаз, если вы есть медики, вы знаете, что псориаз в основном это результат нервного потрясения. Человек переживает нервное потрясение, в кровь выпрыскивается токсин, и у человека появляется болезнь. Так же самое и здесь. Похоть, зачав, рождает грех. И есть очень интересный перевод, буквальный перевод Нового Завета, он говорит, что грех созрев, то есть проходит время, прежде чем рождается смерть. И вот что происходит? Есть процесс. И очень часто мы видим в нашей жизни, человек запил, знаете, оставил, бросил все, оставил что-то, кинул, начал вести аморальный образ жизни. Но это уже результат, это как язва, которая проявилась вот на коже. Что-то должно было быть до этого. То, тот момент, потом процесс, и потом уже явное такое выражение, да? И, то есть, если мы видим, что в голове-то зря, то есть надо было подойти к священнику, да? И сказать, вот у меня есть язва, он посмотрит, скажет, о, да, классно, хорошо. Ты должен сделать вот это и вот это. И тогда Господь тебя очистит. Должно быть определенное какое-то время, чтобы это произошло. Но, знаете, я скажу вам так, это было в те времена. И очень часто мы говорим, знаете, вот это, наверное, комментарии на тему «Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви». Знаете, мне очень нравится взаимной любви. То есть, не однобокой любви, а взаимной. Если однобокой любви, она не катит, а вот взаимная катит. Итак, «Я никому ничего не должен». На самом деле, Бог немножко смотрит по-другому. Ответственность, чтобы подойти к священнику, лежала на человеке. То есть, появлялась болезнь, и не священник искал человека и говорил, «Ой, где же этот человек? Что же мне сделать, чтобы этот человек был исцелен?» Человек видел проявление болезни, подымался. Что он делал? Он шел к священнику и говорил, «Священник, у меня что-то тут непонятное в жизни. Помоги мне». В нашей жизни, как верующих Нового Завета, происходит, может, похожие вещи. Может, они не являются такими, как мы привыкли, но иногда у нас есть ссоры, у нас есть распри, у нас есть недовольство. И вы знаете, это то же самое, как проявление вот этих язв. Что-то появилось в нашей жизни. То, что высыпало на этой коже, на нашей жизни, как, знаете, вот именно жизнь, как кожа, она проявилась. И что мы делаем очень часто? Часто мы, как нормальные лекари, которые насмотрелись хороших сериалов, которые прочитали сотни книг, начинаем заниматься саморечением. А это не страшно, а это пустяки, а это все равно. А куда мне идти к этим лекарям? Да не сами посмотрите, какие они. Да им самим лечиться надо. Я вообще, я все сам знаю, я буду здоровым. Но Бог говорит, нет. Нет, если ты увидел признак болезни, если ты увидел в своей жизни что-то, что не соответствует Божьему стандарту, тебе нужно идти к священнику. Тебе нужно идти туда, где тебе помогут. Это очень важно. Потому что, знаете, мне говорят, а как же так? А если они такие, такие самые? Послушайте, это не наши дела. Это не наши проблемы. Бог сказал, если ты видишь что-то, надо идти к священнику. Он не говорит, сходи к лекарю. Ну, возьми, прочитай литературу. Сходи в аптеку. Купи там лекарство где-нибудь. Он говорит, иди к священнику. Священник посмотрит. И он скажет, что делать. И это, это спасет тебя от смерти. Вы скажете, ну какая же смерть? Это была ритуальная нечистота. Это была ритуальная нечистота. Ну, понимаете, ритуальная нечистота не давала человеку прийти в храм и принести жертву. Но жертва, жертва вообще для тех времен это была благодать. Это была милость для спасения. То есть человек не просто так приносил жертву. Был грех. И человек не мог общаться с Богом. И что бы делал Бог? И Бог говорил, сделай вот это и вот это. И тогда ты сможешь войти в мое присутствие. Понимаете? Иногда мы думаем, что это так просто. Ну, подумаешь. Ну, ладно, обиделся я на кого-то. Ну, ладно, там, начал кому-то завидовать. Ну, мы же люди. Мы люди. Но Бог говорит. Увидел пятно в своей духовной жизни. Встал, пошел к священнику и сказал. Проблема. И священник поможет. Это его призвание. Бог поставил его для этого. Понимаете, Писание говорит четко. Одних Бог поставил апостолов, другими пророков, учителей. И для чего? Для созидания тела. Чтобы тело росло. Чтобы мы были в единстве. Чтобы мы были в здоровых отношениях. Чтобы мы росли. Понимаете? Я понимаю, что какому-то, может, не нравятся эти слова. Потому что когда-то мне тоже так... Зачем оно надо? Да кто они такие? Послушайте. С каждым днем, чем больше ты узнаешь Бога, ты понимаешь, что ничего Бог зря не говорит. Если Бог решил сделать так, значит, Он знает, что делать. Если Он сказал, что если есть проблема, ее нужно решать в общине Божьей, надо идти в общину Божью. На стороне оно не работает. Может прийти временное облегчение. Может прийти там вид, что все нормально. Но наступит момент, и придет вот этот грех, созрев, родит смерть. И мы смотрим, человека нет. Где он? Все, нету, унесло его. Потому что в свое время он не подошел и не сказал, брат, извини, что-то я к тебе имею. Давай-ка поговорим. И когда это проходит, вдруг оказывается, все-все нормально. Никаких проблем-то и не было. Просто брат молчал. В моей жизни была недавно такая ситуация. Мне надо было только поговорить с человеком. И когда мы поговорили, решились многие проблемы. Но я жил этими проблемами. Я просто не знал, где найти мне место. Я не мог молиться. Понимаете? Придите к священнику. И эта глава Тазриа, она конкретно говорит об этом. То есть, кажется, вот есть кожные заболевания, и есть духовный мир. И оно все взаимосвязано. Смотрите, наша обязанность наблюдать за собой. Это наша обязанность. Мы сами должны видеть это. Никто не обязан. Знаете, пастор, он может помочь. Он может увидеть, проблема, нет человека, он позвонил, что случилось. Но иногда, вы знаете, мы болеем, и мы не звоним. Вот бывают такие моменты. Человек заболел, и нет его. А ты не знаешь, что происходит. Потом проходит три недели, он приходит, и такой огорченый, что случилось? Я вот был больной, мне никто не позвонил. Да я же и не знал, что ты болел. Почему ты не сказал это? Скажи, и мы пришли бы, мы бы молились, мы бы что-то сделали. Но было неудобно, как вас напрягать. Послушайте, Писание четко говорит, есть проблема, иди к священнику. Есть ситуация, иди в Дом Божий. Это нормально. Это не стыдно. Слушайте, не стыдно бросаться к гадалкам, извините, это не о нас, конечно. Но в мире люди, когда приходят проблемы, они бросаются везде, куда угодно. У нас же есть четкое направление. У нас есть община Божья. У нас есть тех, кого Бог поставил в этой общине. Понимаете? И Он хочет нам помочь тут. И вот эта глава-то зря говорит об этом. Она говорит, что есть проблемы, что есть болезни, но их можно решить. И лучше их решить на начальном уровне. Когда ты приходишь, тебя очищают, и нету этой ритуальной смерти. Нету смерти. Ты ходишь в жизнь. Понимаете? Вот такая глава была на этой неделе. Я вам очень советую читать Тору. И я еще раз хочу закончить этим тезисом, что болезнь не всегда является следствием проклятия или какого-то греха. Иногда это просто... Ну, то есть, это не всегда. Но сама болезнь – это неестественное состояние человека. Бог нас создал для здоровья, здоровыми. Но если что-то в нашей жизни происходит, нам нужно смотреть на это с Божьей стороны. Нужно находить в этом утешение в Боге. Нам нужно искать Его, чтобы Он дал ответ, чтобы Он исцелил нас. Понимаете? Это важно. Это важно, потому что в Нем написаны источники жизни. В Нем есть то, в чем мы нуждаемся. Я хочу закончить просто молитвой за Виктора. Потому что сегодня должен был идут стоять Витя. О, вот Рэба мне дает даже помолиться сегодня. Вот у меня честь. Брат Виктор, он в больнице сейчас. И он должен сегодня был комментировать эту главу. И вот так получилось, что мне пришлось встать за ним с него. Давайте мы помолимся за нашего брата и благословим все нужды. Потому что Бог отвечает. Бог слышит. Бог, Он просто... Отец, он столько уже раз подтвердил то, что Он реален. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты слышишь народ свой. Мы благодарим Тебя, что Ты любишь детей своих, Господи. Мы благодарим, что ни одна просьба, которую мы посылаем Тебе, не остается неуслышанной и неотвеченной. Мы просим, благослови нашего брата Виктора. Благослови каждого, кто нуждается. Сережу благослови. Благослови Олега. Благослови всех наших братьев и сестер, кто сейчас находится на одре болезни. Боже, я, может, не назвал всех имен, но я прошу Тебя, Господи, с общиной Божьей. Боже, пусть исцеление, как утренняя заря, не замедлит и войдет в их жизнь. Боже, и все, что нужно сделать, Господь, пусть будет сделано. Во имя Ишуа. И мы поднимаем эти нужды перед престолом благодати и говорим, Господи, спасибо Тебе, что Ты ответишь на каждую нужду вовремя, что каждый увидит Тебя творящим. Спасибо Тебе. Мы верим, Господи, что это реально. Мы верим, что Ты сделаешь это. Во имя Ишуа, царя Израиля. Аминь.